Приветищи! Сегодня мы поиграем в новенькую игруху, которая называется My Time at Portia. Игруха обещает быть просто умопомрачительной, и в этом мы сейчас попытаемся убедиться. А пока мы грузимся, я напоминаю, не забудь поставить лайк, если ты его еще не поставил, и подписаться на канал, если ты еще этого не сделал. Так, это наш персонаж, да? Имя сразу меняем. Марку. Ну что это за имя? Надо там Саша, Вова, Андрей, Ваня, Петя. В конце-то концов Гена. Нет, не Гена, подожди. Геннадий. Геннадий. Где Y? Геннадий. Геннадё. Геннадий. Вот. А можно отчество еще? Петрович сюда. Нет, нельзя. Ладно, тогда это у нас будет Геннадий. Ему очень приятно. Насчет прически, да? Давай выберем ему другую прическу, потому что эта прическа не Геннадия. Короче, решил остановиться вот на такой прическе. Вот так вот мы его крутим. Вот такая вот у нас волосня на голове. Мы ее можем удлинить. Ну, типа, заросший паренек. Заросший Геннадий. Кстати, да, я сейчас только обратил внимание, что нам тут И не хватает. А мы ее не можем сюда вписать. Нам либо И, либо Игрик. Все, нам больше не дает Йо. Да почему все Йо-то я хочу написать? Короче, у нас тогда будет просто Геннадий. Геннадий. Без И. Геннадий. Цвет волос мы с тобой, конечно же, меняем на черненький вот такой вот. Хотя какой-то стрёмный цвет, да? Не совсем черный. Можно его сделать седым стариканом. О, давай пусть будет седой. Седой Геннадий. Лицо, конечно же, ему нужно сменить. А то... Оооо! Это какой-то Петрович уже реально у нас получается. Ты пчела, я пчела, вот. Вот. Короче, я нормального лица не нашел, поэтому... Оставил вот это. Вот, по-моему, это круто. Подбородок мы ему сделаем огромный. Все-таки у нас это пацан. Пацан с огромным подбородком. Вот это лицо. На трехлитровую банку похоже. Похоже. Цвет губ. Они почему-то у нас какие-то накрашены. Давай. Ой. Вот так вот тоже накрашены. Можно белые губы. Какие-то болячки у нас на губах. Блин, ну это слишком. Это слишком. Более-менее. Геннадий. Ну, блин, это уже не Геннадий какой-то. Это олигофрен, перенесший 100-500 операций на своем лице. Давай добавим растительности. Украшения. Значит, борода. Вот, с бородой уже ничего тогда. Делаем из пацаненка. 12-летнего пацаненка. Нет, не 12. Это 14-летний пацаненок. Делаем из него деда. На лбу ему набьем тату. Кстати, можно вот такие усы. Нет, бороду-бороду. Все, длина бороды. Это же, да, длина бороды. Нет, нам погуще надо. И потолще. Цвет у нас бороды будет белый. Посмотри на себя в зеркало. Смотри, на кого ты похож. Это же ужас просто. Ладно. Где нормальные узоры? Вот, синяки под глазами. Пойдет. Все. Геннадий, ты готов. Ты готов к новым приключениям. Поехали. А, подожди. Выберите день рождения. Еще день рождения выбрать? О-о-о. Короче. Впень, колоду, якорь. Вбок. Странно, но тут почему-то всего 4 месяца. Смотри. 4 месяца. Ну вот тогда я буду... Точнее, не я. Этот пацаненок родится у нас 10-го. Хорошее число 10-го. Принять. Все. Мы приближаемся к порте. Ого. А тут красиво. Что будешь здесь делать? Исследовать руины? Ну, может быть. Иногда к нам приходят такие искатели приключений, как ты. и хорошо быть молодым. Ну, удачи тебе. Спасибо. Я почему-то похож на бомжонка. My time at Portia. О, нас тут уже встречает. Пресли. Зовут этого чудака. Геннадий. Че тебе надо? Пресли? Погоди, я с ним знаком, что ли, или че? А, рад видеть тебя снова. Надеюсь, твое путешествие было приятным. Ты ведь из Зеленого Безгория. Это довольно далеко. Ну да. Я оттуда. В любом случае, я хочу показать тебе твою мастерскую. Пойдем. Она тут недалеко. Интересно, на что же она похожа? Папа до сих пор остается для меня загадкой. Твой папа покинул Портию много лет назад. С тех пор в мастерской никто не работал. Он был хорошим другом. Все, погнали за Персил... За Персилом. Я буду звать тебя Персил. Я бегу за тобой, бегу. Вот мы и на месте. Твоя мастерская. Ее явно надо отремонтировать. Что думаешь? Тут уютно. Просто шикарнейшие диалоги. Держи. Вот письмо от твоего отца. Он попросил меня дать его тебе, как ты приедешь сюда. Геннадий. Когда ты читаешь эти строки, я уже далеко-далеко в другой части света. Прости меня. Прости, что я не смог быть таким отцом, каким тебе хотелось бы меня видеть. Все случилось так неожиданно, что не было времени даже предупредить тебя или как-то позаботиться о тебе. И тогда я подумал об этой мастерской. Может, это самая малость, но мастерская защитит тебя от ветра и не даст промокнуть, когда идет дождь. Я оставлю тебе записную книжку с заметками, как работать в мастерской. Ну, а все остальное зависит от тебя. Усердно работай и живи полной жизнью. Ты всегда будешь моей гордостью и радостью. Твой папа. Вот записная книжка твоего папы. Можешь не торопиться, смотри пока. Приходи завтра в торговую гильдию Портии. Она находится рядом с яркой площадью. Так что ты не заблудишься. Хоть я и хочу дать тебе лицензию мастера прямо сейчас, сначала нужно пройти пару испытаний. Хорошо, завтра приду. Ну ладно, оставляю тебя. Отдыхай. Пока, Пресли. Спасибо за помощь. Второй день первого месяца первого года. Вставай, бомжара, хватит дрыхнуть, у нас много дел. Ладно, пока наш маленький бомжонок спит, мы выяснили с тобой, что наш отец на Портии работал в мастерской. О, он уже сам встал. А, как же болит голова, всю ночь ветер из щелей дул. Ага, вот так вот о тебе отец позаботился. Короче, на этом острове на Портии работал наш отец. И вот когда мы выросли, мы решили найти нашего отца, узнать чем он занимался и приплыли сюда. Ну а дальше ты уже понимаешь, он оставил нам записку, оставил нам мастерскую, чтобы мы тут с голоду не померли. Причем мастерская такая ушатанная. Идите в торговую гильдию. Хорошо. Мы сходим. О, починить уже могу что-то. Починить провал. Ну, давай попробуем. У меня, правда, инструментов еще нет. Починить провал. 20 единиц дерева. А у меня нифига нет. Ладно. Пойдем, короче, в портовую гильдию. О, этот прекрасный день. Нифига себе, у меня тут автоматические ворота даже есть. О, ящичек. Там письмится, смотри. Тут нет ресурсов. Это ящик какой-то, да, видимо, лежит. В общем, вот так вот выглядит наша мастерская с тобой. Там вон даже на улице есть какие-то инструменты. Здесь, видимо, что-то было раньше, но это унесло ветром. О, я кувырок умею делать. Хоп, хоп, хоп. Стоять! Лаве есть? Люба. Тебя зовут Люба? А почему не Люба? Усатая Люба побежала куда-то. Значит так. Нам нужно проверить ящик. Давай посмотрим, что там. Письмо от Портии Таймс. Откройте, пожалуйста. Здравствуй, новый подписчик. Я на что-то подписался? Это газета Портии Таймс. А, ну теперь понятно. Благодаря финансовой поддержке городских властей и местного филиала торговой гильдии мы пишем новости для вас бесплатно. Наша газета выходит в первый день каждого месяца. Если будут какие-нибудь вопросы, можно задать их в нашем офисе на главной улице. Портия Таймс. Спасибо, будем знать. Ну что, я думаю, что нам пора отправляться в порт гильдии. Как здесь прикольно. Похоже, что нам вон туда. Там девчули гуляют какие-то. Ну это получается мы в городок зашли, да? Соня! Нормальное имя у девчонки, смотри. Соня, здорово! Осторожней, смотри, куда идешь. Я бы то же самое сказал себе. Ладно. А где здесь порт? Куда нам идти? Порт. Ты где? Ух ты! Тут телефоны есть. Гляди-ка. Могу воспользоваться им? Да, ты! Подожди, подожди. Не вешай трубку. Я один из создателей этого мира. Это благодаря мне растет каждая травинка. Вам нравится проводить время в портии? Если есть какие-то вопросы, присылайте их по адресу. Дра-да-да-да. Админ собакопатка. Мы всегда открыты для критики и похвалы. Но в основном для похвалы. Я расскажу тебе одну тайну. Где-то в заброшенных руинах есть секретная комната. Ну как? Уже в предвкушении? Вот это дела. Я только что поговорил с разработчиком, а он мне рассказал секрет. Где-то в руинах есть тайная комната. О, кстати, вон, смотри. Портия. Портия гильдия. Походу нам сюда. Пойдем. Да, точно, торговая гильдия. Заходим. Геннадий, приятно тебя видеть. Как новоселье? Могло быть и лучше. Меня ночью продуло. Сквозит все. Дом продувает. Ну, держись. Позволь мне рассказать о торговой гильдии Портии. Торговая гильдия – организация, которая управляет торговлей на всей территории свободных городов. Это филиал гильдии в Портии. Весь год мы очень заняты. А теперь я расскажу, в чем заключается твое испытание. Оно довольно легкое. Сделай топор с киркой и принеси их мне. Для них понадобятся камни и дерево. Можешь собирать их в поле и на дорогах, или же покупать в магазине все инструменты на центральной площади. О как. Раздобыв материалы, используй дальше верстак, чтобы создать предметы. Я видел у тебя во дворе старый верстак, твоего папы. Посмотри, можно ли его еще использовать. Фига себе. Пришел, называется, в торговую гильдию. Я бы, конечно, купил себе камни и деревья, чтобы сделать инструменты, но денег у меня нет. Карман-то у меня дырявый. Все растерял в путешествии. Так, ну, как бы, как вариант, можно... О, что это за ящик такой? Церковная лавка. Давай посмотрим. А, здесь мы можем покупать всякую фигню, типа травы, цветочков. Даже можно одежду прикупить. А это что такое? Что это за контейнер? Ирригационное хранилище. Ужас какой. Все, валим отсюда. Нам нужно найти палки и камни. Вот, например, я вот тут вот вижу, камни валяются. Собрать. Ну, как просто все. Камни у нас уже с тобой есть. Отлично. Как настоящий бомжар. Собираю все с пол. Тут есть у нас какие-то веточки. Кажется, нам это пригодится. Шикарно. Все подобрали рядом с нашим домом. Давай побольше ресурсов наберем. Я думаю... О, ящик. Ящик? Кто здесь оставил ящик? Нас никто не палит. Не прибегут тут плохие парни. Не... И забьют меня. То, что я ковыряюсь в их ящики. Что там? Давай посмотрим. Поношенные перчатки. Обалдеть. Смотри, перчатки какие. Вау. Я теперь могу драться в этих перчатосах. Я, оказывается, знаю кунг-фу. Обалдеть. Так, хорошо. А камни кидать могу? Нет, камни кидать не могу. В общем, вроде бы мы все собрали. И вон там вот еще что-то вижу. Церковь. Интересно, тут молиться можно? В общем. Все. С последней камешки собираю и пошли к нашему верстаку. О, погоди. Тут еще ягодки какие-то, цветочки. Можно я это соберу? Нет, это собрать нельзя. Ну вот. Все, идем к верстаку. Хватит. Тут уже ковыряться. Опа! Вот он наш верстак. For sale. А, это купить участок. Я уж думал, это моя мастерская тут продается. Чуть не на... Хотел уже на этого персила наезжать идти. Че мы можем сделать? Мы можем сделать тренировочный меч. Нам он пока нафиг не сдался. У нас есть вообще-то перчатки. Нам нужны инструменты. Вот. Простой топор. Фигаси. Чтоб топор сделать, нужно 8 камней и 5 палок. А я как раз собрал чуть больше нужного. Но, к сожалению, этого недостаточно, чтобы сделать еще и кирку потом. Короче, делаем топор. Вот, топорик у нас есть. Отлично. Че там для кирки надо? 8 дерева, 5 камней. Ну, неплохо. Возьмем сейчас наш новенький топорик. Вот он вот такой вот. Пойдем порубим дерево. Какое-нибудь большое. Исохшее. Вон то вот, смотри. О, такое уже стрёмненькое. Я думаю, что можно его срубить. Давай попробуем. Опа! Сколько дерева я собрал? Я не знаю, сколько дерева собрал, но плюс 40 опыта нам дали. Это круто. А я ж могу инвентарь открыть, да? Где мой инвентарь? Вот он, инвентарь. А дерева-то и нет. Ладно, неважно. Короче, рубим. Рубим это дерево. Ага. Ух ты! Короче, дерево, растительное волокно я подобрал. По дереву у нас все вроде бы. 8 деревяшек. И нужно еще собрать камушки. Благо тут все от забора отваливается каменного. Поэтому мы тут все сейчас это подберем. Интересно, если я сделаю кирку, я смогу этот забор нафиг разнести? Что у нас по камням? Камня 6 штук. В принципе, можно уже и кирочку сделать. Опа. Где наш кирочек? Вот она. Создать. Ништяк. Пойдем теперь попробуем разобрать забор. Приехал сюда, значит, в гости. И уже тут разбирай забор. Нет, забор, к сожалению, разобрать нельзя. А вот этот вот камень лежачий. Его можно, смотри. Отлично. Там еще какие-то ресурсы есть. Что я подобрал? Камень, мрамор и медная руда. Обалдеть. Не знал, что заборы делают из медной руды. И мрамора. В общем, все. Мы поняли, как работать с инструментом. О, тихо, тихо. Гаст! Гаст! Куда ты гасишься? Подожди! Взаимодействовать? Значит, это ты новый мастер. Я Гаст. Люблю поболтать, чай, пирожные и все такое. А сейчас я занят. Так что всего хорошего. Ну и Катя с лесом. О! Я могу спарринг с ним устроить? Не, не. Свин прибежал. Смотри, подарили. Короче, иди лесом. Хрю-хрю! Здорово! Хрю! Блин, Хрю, ты такой прикольный. Я готов тебе даже подарок подарить. Хе, в виде, в виде камня. Сколько, сколько камней я тебе могу отдать? Нисколько, походу. Ладно. Хрюкай дальше. А мы возвращаемся к нашему... Как его там зовут-то? Подопечного-то нашего. Эээ, Ленор. О! Я же его зову Ленор. Кстати, ты посмотри, какой там пухляш ходит. Я думал, что это я пухлый. А я нифига не пухлый. Гейл. Так, заходим в нашу гильдию. Эй, бро. Бро-бро-бро. Персил, стой. Подожди. Ну, куда ты сел, а? Какой ты деловой. Оу! Отличное качество. Превосходно сработано. Можешь оставить их себе. Я просто хотел посмотреть, что ты умеешь. А в качестве второго испытания тебе нужно сделать каменную печь. Это будет уже сложнее. Тут понадобится сборочная станция, которая тоже есть у тебя во дворе. Если меня не подводит память, твой папа делал очень подробные заметки о каждом изготовленном предметы. Возможно, ты захочешь полистать его записную книжку. Вдруг найдешь там чертежи каменной печи. Как только у тебя будет чертеж, подойди к сборочной станции во дворе, чтобы начать работу. Ну вот. Ладно. Значит, нам нужно сделать каменную печь. Ох, жизнь молодая моя тяжела. Розовый кот. Розочка. А можно тебя погладить? Мурмур. Отношения плюс один. У меня отношения с кошкой завязались. Как-то мило. Кошка, прости, подарить я тебе ничего не могу. У меня срочная миссия. Мне нужно сделать печь. Кстати, в принципе, я на печника похож. Но не совсем. Бомжар-печник. О, вот, оказывается, где сборочная станция-то у нас находится. Вот тут вот. А тут уже и чертеж есть. Давай посмотрим, что там. Добро пожаловать на первую страницу моей записной книжки. Поскольку я наверняка единственный, кто будет читать эти строки. Привет, красавчик! Я буду записывать сюда все, что узнаем во время работы. Спасибо за красавчик. Ну, тут нам рассказывают, как собрать эту сборочную станцию. Давай посмотрим, что дальше тут написано. Каменная печь. О, то, что нам нужно. Точильный станок. Пока что нам это не нужно. Эта штука сильно накаляется, так что будь осторожен. Ясно. Что нам нужно для этой печи? Каменный табурет. Одна штука создается на верстаке. Камней 10 штук. И дерево 10 штук. Пойдем добывать. Но сперва давай подойдем к верстаку. Нам нужно найти табурет. Вот он. Каменный табурет. В принципе, мы его уже можем сделать. У нас ресурсов достаточно. Давай это сделаем. А есть. Каменный табурет готов. Как раз вот тут вот возле моего дома. Точнее, в моей мастерской были два камня огромных. Вот сейчас мы их и расколем. Оу, левел ап. Здоровье поднялось. Энергия, атака и защита. Получено очко навыка. И где мне его израсходовать? Пока непонятно. Так, камней у нас уже 14 штук. Предлагаю пойти срубить дерево. Какое-нибудь опять хиленькое такое. Желтенькое. Вон на той стороне там деревья какие-то. О, это что такое? Это кто такой? Барашик какой-то розовый. А, это лама. Это лама. Я могу с тобой поговорить как-то или что? Ты меня боишься, нет? Эй. Привет, лама. Короче, я с ними взаимодействовать не могу пока. Где дерево срубить? О, пока дерево искал, веточки нашел. Тоже неплохо. Два дерева. О, ты глянь. Что это тут у нас светится? Что это такое? Змеиная ягода. Думаю, что лучше это не кушать. Здесь еще одна есть змеиная ягода. О, божьи коровки какие здоровые. А, чешу... О, она как гуманоид. Смотри, у нее даже лицо есть. Офигеть, она зубастая. И шарфик даже есть. Так. Походу я что-то сплю уже, да? Ночь на дворе. Я, наверное, сплю. Вот это что, собрать можно? Травы, гусеницу подобрал зачем-то. Здесь еще какая-то фигня есть, смотри. Это, видимо, построить. Недостаточно предметов. Настройки ловли. А, это, наверное, ловушка для животинок. Угу. Хорошо. Короче, хватит уже по ночи бродить. Быстренько срубим деревце какое-нибудь маленькое. А что маленькое? Давай большое. Вот тут вот мы рубили. Тут и продолжим рубить. Смотри, я с ноги могу бить по дереву. Ого-гошечки. Нужно... Нужен топор получше. Короче, срубить это дерево я не могу. Надо поменьше найти. А поменьше... Ну, давай кусты. Давай кусты срубим. Че нам эти кусты? Нафига они нам тут сдались? Сколько мы дерева получим с этих кустов? Шесть дерева. В принципе, все. Этого нам будет достаточно. И делаем каменную печь. Вот, мы разместили чертеж. Теперь нам нужно по частям собрать каменную печь. Вот эту деревянную нишу нам нужно сделать из десяти бревен. Они у меня есть. Мы и делаем. Предмет на панели быстрого доступа должен быть выделен. А, сейчас. Окей. Переносим, значит, древесину вот сюда. Берем ее в руки. Ну, как бы, логично, да? Так, вот у меня дерево. Кладу. Есть. Теперь идем сюда. Каменный табурет. Где у нас табуретка? Вот она. Вот такая табуреточка маленькая. Ставим ее. Отлично. Отлично. Вот так вот. Вот сюда. Готовчинка. С печью мы разобрались. Единственное, я так и не понял, зачем нам камни. Тут вот указано, что нужно десять камней. Но для чего? А, десять камней для того, чтобы сделать табурет. Вот я дубина. Все, короче. Надо пойти поспать, потому что я уже туплю. Кроватка моя, кроватка. Спать до утра, пожалуйста. Третий день первого месяца первого года. Доброе утро, проспайся. Этот дом такой старый. Мне надо его починить, иначе я не буду высыпаться. Так, хорошо. Давай попробуем починить. Значит, доски у меня есть парочку. Починить провал, три единицы дерева. Пойдем, короче. Сходим за деревом. Че у нас в почтовом ящичке? От Мэри. Здравствуй, новый мастер. Мы хотели бы напомнить, что в порте сейчас есть два места с руинами, которые ты можешь исследовать. Заброшенные руины номер один внизу от церкви света. И опасные руины в разрушенной пустоши к востоку от города. Ради твоей безопасности все остальные руины пока закрыты. Благодарим за понимание. Мэрия Портии. А, это не Мэри. Это Мэрия мне написал. Ясно, спасибо вам. Ну что, у меня семь досочек. Надо побольше все-таки набрать. Все, доски я набрал. Пойдем чинить наш пол. Починить провал. Использовать три единицы дерева? Конечно. О, откуда у меня молоток взялся? Ладно, не важно. Я главное, что чиню, и все. Это самое важное. Ну вот, уже всяко да поприятнее. Вот тут, конечно, вообще жесткий провал. Сколько единиц дерева нужно? Двадцать единиц дерева, чтобы заколоть вот эту вот яму. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А здесь сколько? Десять единиц. Ну давай вот это починим. Отлично. Сколько у меня дерева осталось? Одна единица дерева. Ммм, ну пошел добывать еще двадцать. Оу, левел ап. Блин, а где очки навыка качать? Слушай, давай зайдем в инвентарь. Вот персонаж. Хух. Вот где дерево навыков у нас оказывается. Ну и че, че качать будем? Бой. Промысел. Общение. Поскольку я прибыл в новый город, мне кажется, что лучше качать общение. Но поскольку я занят ремонтом своей мастерской, давай-ка мы лучше вложим все в промысел. В мастер топора вложимся. И мастер кирки. Вот так. Теперь мы мастер топора и кирки. Мы мощные. У нас двадцать две древесины. Это означает, что мы можем заделать пол до конца в нашей мастерской. Ну что, дырка? Наконец-то настал тот день, когда я тебя залатаю. Опа. Провала в полу больше нет. Наконец-то я теперь высплюсь. Подожди, а как провал в полу мешал тебе выспаться? Ты говорил, что сквозняки в стенках тебе мешают спать. Ох уж этот бомжонок наш, а. Его не поймешь. Так, а окна я могу отремонтировать? Нет, окна не могу. Че, получается все? Мне нужно было просто пол починить? Это же гениально! Чтобы выспаться, нужно починить пол. Ох-ох-ох. Пойдем, короче, в гилью. Дорогу! Я включаю нитру и бегу со всех своих ног. Церковь бьет в колокола, означает, что 12 дня. Эй, Ленор! Я сделал печку. А, блин, Ленор, персил. Прости, перепутал. Отличная работа! Засчитана! Вот твоя лицензия мастера. Поздравляю! Теперь тебе нужно отнести эту лицензию в офис мэра и зарегистрировать мастерскую. После этого ты сможешь брать обычные поручения. Приходи ко мне поговорить, когда зарегистрируешься. Ммм, регистрация мастерской. То есть, получается, я сейчас буду бизнесмен, я открою свою мастерскую и начну торговать. Ууу, это же вообще круто! Где здесь мэрия? Нужно найти мэрию. Мэрия, мэрия, мэрия. Апартамент. Скорее всего, это отель. Да, тут написано, что хэппи. А, я думал, тут написано хотел. Ну, короче, апартамент, это, скорее всего, отель. Мэрия, мэрия, мэрия. Я бегу не в ту сторону, походу. Я бегу вглубь города. Блин, сколько здесь всякого интересного. Все что-то делают, торгуют. Короче, жизнь кипит. О, Марта, здорово. Она кексиками тут торгует. А где, собственно, мэрия? Тут у нас Total Tools. Тотальные инструменты-то как. Хотя там нифига не инструменты продают. Там какая-то одежка. Пойдем вот сюда. Ух ты, там горочка есть. Мэрия, мэрия. Я не думал, что мэрия где-то во дворе. Но я рядышком с ней. А так, мэрия. Вот, вот тут вот мэрия. Вот тут вот наверх надо подняться. Я почти близок. Та-дам! Вот это мэрия. Хрю-хрю. Здорово, а ты тут что делаешь? Ты хозяин мэрии? Не, я не думаю, что он хозяин мэрии. Блин, я думал, что мэрия... Гаст? Руссо? Странно. О, Гейл! Мне с тобой поболтать нужно, может быть? Мэр Порти, точно, Гейл. Здравствуй, здравствуй. Ты, наверное, Геннадий. Я Гейл, мэр этого города. Замечательно видеть, как молодые люди помогают привести наше общество к процветанию. Мне нужно зарегистрировать мастерскую, вообще-то. Хорошо. Как ты её назовёшь? О, блин. Как назвать мастерскую? Так просто чё? У- Ге-на-ди-ген. У-гена. У... Ну, давай тогда, У-гены. Мне просто не дают больше написать, сколько бы я ни пытался. Короче, У-гены. Мастерская У-гены. Вы уверены, что хотите назвать мастерскую именем так? У-гены. Конечно, хочу. О, лицензия мастера. Мастерская У-гены. Мастер Геннады. День рождения, день десятый. День регистрации, третий день. Первого месяца, первого года. Ну вот, у нас теперь есть с тобой официальный документ для торговли. У-гены. Отличное имя. Вот, держи. Регистрация завершена. Спасибо. Ещё мы иногда проводим городские встречи. Заглядывая в почтовый ящик, туда будут приходить приглашения. Постарайся иногда бывать на людях. Ты ведь не хочешь, чтобы я был твоим единственным знакомым в этом городе? Хе-хе-хе-хе. Прости. Я буду рассказывать о событиях Портии и мире. Ну, как обычно. Да. Ты, Гейл, шутник ещё тот. Покажите регистрацию Персилу. Персил, я бегу. Сейчас я покажу тебе регистрацию. Регистрация мастерской. О, Персил рад. Вот и всё. Теперь ты владеешь мастерской. Твой папа гордился бы тобой. Позволь мне объяснить, как работает торговая гильдия. Здесь, в конторе и Портии, мы каждый день размещаем поручения для мастерских на доске, которые находятся вон там. Основываясь на скорости и качестве выполнения работы, мы каждую неделю обновляем ранговый табель мастерских. Он позади меня. В Портии есть другие мастерские? Да. Вместе с твоей их будет пять. Помимо ранга, у мастерской также есть рейтинг, который указан в твоей лицензии. Чем выше рейтинг, тем более сложные поручения ты можешь взять. Но не волнуйся, если будешь работать так же, как и твой отец, то очень скоро станешь номером один. Как только закончишь, можешь взять вознаграждение у Антуана, если поручение было от гильдии или у человека, который дал тебе поручение. Мастера большую часть денег зарабатывают, выполняя поручения торговой гильдии. Но если просто создавать предметы и продавать их на рынке, это тоже приносит доход. Ну, поскольку это твое первое поручение, как раз для тебя я кое-что припас. Смотрю, любимчики завелись, да? Хиггинс, ты уже одно сегодня взял. Поручений никогда мало не бывает. До свидос. Вот сморщок же. Это владелец мастерской номер один в этом году. Блестящий предприниматель. Но мне не нравится, как он ведет дела. Что ж, извини, но у нас на сегодня все. Эй, Пресс, у меня для тебя работенка. Или нет. Что такое, Арло? Ну, мы хотим построить мост на Энтарный остров. Так мэр наконец-то выделил деньги? Хорошо. Здесь как раз Геннадий ждет задачи посложнее. Да, он считает, что остров может стать привлекательным для туристов. Пещера с привидениями и все такое. Геннадий, посмотри, нет ли чертежа моста в записной книжке твоего папы? Я помню, он не один мост построил. И если есть, то используй чертеж на сборочной станции. Как закончишь делать отдельные части моста, тебе нужно будет отправиться на нужное место и собрать мост. Да. Есть еще кое-что важное. Для такого большого проекта, как мост, тебе, возможно, придется отправиться за материалами в заброшенные руины. У нас есть одни такие, и находятся они ниже храмовой башни. А так-то. Мост на Энтарный остров. Прикольно? Ага. Ну что могу сказать, игруха мне понравилась, очень интересная. Если тебе тоже, то с тебя лайкос и комментарий под видео. А на сегодня это все. Увидимся в новом видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok